МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вечер и утро. Лента новостей, комментарии мнения, факты без домыслов, оценки с эмоциями и холодным анализом. Все это присутствует в нашей жизни, реальность сама складывает картину дня. В студии Екатерина Мазуряк. Смотрите сегодня в программе. Почем нынче культура? 6 рублей кирпич. Местный клуб распродают по кусочкам, разносят по камням. В редакцию репортера обратился местный житель. Сейчас нас лишают клуба, а потом что? Все условия для комфортного проживания созданы. Вот только культурный досуг в этот список, видимо, не входит. Сделано в Ульяновской области. Со временем, если мы стараемся, как, допустим, мы регулярно организуем ежегодный форум, сделанный в Ульяновской области, это будет большой плюс. Я думаю, это помогает. Поддержка предпринимательства позволит Ульяновской области сделать серьезный качественный рывок на российские, ближние и дальнезарубежные рынки. Служение Отечеству. Это уже жизнь. Я всегда так говорю, если работник пожарной охраны пришел и 10 лет проработал с нами, он уже не уйдет. Он уже не идет, он прикипает, работает. Выставка-биография Юрия Рассадина открылась в музее пожарной охраны Симбирско-Ульяновска. Культуру в село. Не так давно репортер 73 поднимал тему благоустройства сел в области. В каком состоянии находятся главные центры досуга? И почему вдруг некоторые ДК стали сносить? Например, в Муловке остался один дом культуры, но и тот не видел реставрации несколько десятилетий. Все праздники, концерты, сходы граждан и занятия в кружках проводятся в старом здании, которое осталось без должного отопления. Разве это культура? Такая же ситуация в селе Дмитриево-Помряскино, где для жителей школа – это ДК. А клуб, который раньше был центром культуры и досуга, закрыт с 2005 года. А теперь его и вовсе по кирпичикам продают. Что предлагает местная администрация сельчанам взамен грудой кирпичей? И вообще, увидит ли село когда-нибудь в современной ДК? Расскажем далее. 6 рублей кирпич местный клуб распродают по кусочкам, разносят по камням. В редакцию репортера обратился местный житель. Сейчас нас лишают клуба, а потом что? Ведь подобное заведение для сельчан – это необходимость. Дмитриево-Помряскино находится в 43 километрах от Ульяновска. Здесь есть школа, детский сад, а неподалеку в одном здании – пункт полиции, местная администрация, больница и библиотека. То есть для жителей созданы все условия для комфортного проживания. Только вот о досуге сельчан, видимо, забыли. В прошлый год начали разбираться, а клуб не работает давно уж. Но жителям вообще нуждается в домах культуры здесь? Ну, конечно. И где? Ни концерт, нигде в школе проходит концерт. Сельчане лишены своего клуба. Он заброшен с 2005 года. Культуру в массы несет местная школа, которая стала своеобразным ДК. Здесь проходят праздники, сходы горожан, молодежные вечеринки. Старшее поколение уверено – из-за отсутствия центра культурного притяжения в селе и начинаются все беды. Молодежь брошена на произвол судьбы и бесцельно слоняется по улицам, что, естественно, ничем хорошим закончиться не может. Сегодня культура Дмитриева-Помрязкина рушится. Здание единственного клуба почти разобрано, кирпич продают. Получается, обеспокоенность местных оправдана. Не будет больше в селе Дома культуры. У нас население очень большое. У нас 1386 человек. На сегодняшний день молодежи много. Конечно, клуб востребован. Но у нас отопление было централизованное и было похозаречное. И когда похозаречное обанкротилось, то котельную у нас закрыли. И поэтому отопления не было. И клуб за эти годы просто цирел. Провели экспертизу здания, которая показала, что восстановить его никак не получится. Вот так единственным розчерком эксперты село распрощалось со всякой надеждой на культурный досуг. И все это при рабочей программе благоустройства сел в Ульяновской области. При этом надежды на возрождение культуры в селе есть. Совсем недавно Дмитриева Помряскина вошло в столичный реестр строительства новых сельских клубов. В этом году администрация села собирает все необходимые разрешительные документы. А уже в 2018-м местные жители смогут следить за возведением нового сельского клуба на привычном месте. Анжела Забашталек, Тоньшин, репортер 73. Сделано в Ульяновской области. Это не только бренд продукции предприятий нашего региона, но и форум производителей, активно развивающихся на ульяновской земле. С 2013 года он привлекает представителей малого, среднего и крупного бизнеса возможностью наладить сотрудничество и взаимодействие как с другими компаниями, так и с представителями органов власти. В этом году в его работу активно включились иностранные компании-импортеры из 23 стран. А губернатор региона Сергей Морозов подписал уникальное распоряжение о персональной ответственности чиновников, допустивших задолженность перед бизнесом. Вопрос об ответственности за нарушение прав предпринимателей возник не вчера. Проблема глубоко укоренилась во множестве российских регионов. Чиновники одной рукой делали широкий приглашающий жест к сотрудничеству, а второй часто показывали бизнесу виртуальный кукиш вместо реальных денег. Ситуация складывалась патовая. И если в иных краях и областях темы предпочитают не муссировать, Сергей Морозов поручил разработать распоряжение о суровых наказаниях рублем для исполнительных лиц за несоблюдение обязательств по контрактам. Документ, не имеющий аналогов, подписали в рамках форума. И этот факт стал еще одним серьезным камнем – фундамент уверенности губернатора в успешности развития местных компаний. Считаю, что одной из самых главных своих заслуг и своих успехов по окончании работы хотел бы видеть большое количество национальных чемпионов. То есть те компании, которые переросли бы на административные границы Ульяновской области и были бы узнаваемы, доставляли бы свой продукт далеко за пределы нашего региона. Ульяновская область ведет планомерную работу по внедрению целевых моделей и улучшению делового климата, поставленных в приоритет Владимиром Путиным в Ярославле в конце минувшего года. При этом одними планами в регионе не ограничивается, постоянно запуская проекты в активную реализацию. Работа проводится очень серьезная. Сформирована здесь управленческая команда на территории Ульяновской области в главе с губернатором, представителем правительства. Агентство стратегических инициатив видит все, что здесь делается. Мы видим постоянные совещания, видим результаты, мы видим, как регион растет в рейтинге. 23 торговых агента из стран ближнего и дальнего зарубежья, партнеры из других регионов России и, самое главное, местные производители и компании-ретейлеры. Все на одной площадке, что позволило запустить на форуме контрактную биржу по взаимодействию малого бизнеса с крупнейшими заказчиками, промышленными и инвестиционными предприятиями. Вообще задача форума в целом – это поженить как крупный бизнес с малым, так и малые и средние предприятия между собой. Опыт прошлых лет показывает, что на площадках форума зачастую люди не знали, что производится в Ульяновской области и говорили о том, что мы искали это со всей России, собирали и не знали, что в Молновке у нас оказывается невеликолепное текстильное производство есть. Так и различные другие группы товаров. Не все сети одинаково работают. Мы не берем ретро-бонусов, мы не требуем никаких драконовских отсрочек платежа. И в принципе на начальном этапе не требуем отсрочки платежа, в отличие от других крупных сетей. Поэтому с нами, так как мы и в Ульяновске находимся, и местным производителем, с нами работать проще. В дальнейшем бизнесу в целом, вне зависимости от его размера, на территории Ульяновской области будет еще проще. Планируется коррекция по ряду моментов, связанных с экспертными оценками при подготовке к строительству, оформлении документов, подключение к коммуникациям, в сторону уменьшения срока от подачи заявки до окончательного решения вопроса. Кроме того, в 2017 предстоит провести серьезную работу с Росреестром. Я думаю, со временем, если мы стараемся, как, допустим, мы регулярно организуем ежегодный форум, сделанный в Ульяновской области, это будет большой плюс. Я думаю, это помогает для того, чтобы привлечить инвестиции и экспорт зарубеж продукции в Ульяновске. Время на развитие есть, есть и условия для этого развития. И российские, и зарубежные эксперты сходятся во мнении, что при продолжении выбранного вектора в деле поддержки предпринимательства Ульяновская область действительно способна сделать серьезный качественный рывок на российские, ближние и даже дальнезарубежные рынки. Роскачество в 2017 году проведет исследование качества и безопасности пива и водки в России. Об этом сообщил замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов на пресс-конференции в агентстве ТАСС. Кроме того, отметил он, Роскачество проверит и хлеб. Исследование будет проводиться в 60 регионах, и к концу года должна сложиться полноценная картина качества этого продукта в России. Всего в 2017-м планируется исследовать 50 категорий товаров, среди которых одежда для взрослых и школьная форма, бытовая техника и молочная продукция, мясо и колбасы. Далее коротко о других событиях из жизни страны и нашего региона. Минтранс России и Общероссийский народный фронт открывают голосование для грузоперевозчиков по определению самых проблемных участков федеральных трасс. На основании опроса владельцев и водителей большегрузов средства Дорожного фонда, собранные с помощью государственной системы Платон, планируется направить на первоочередной ремонт выбранных федеральных трасс. Координатор проекта, депутат Госдумы Александр Васильев отметил, что в планы ремонта местные власти включили 78 дорог, размещенных на интерактивной карте ОНФ. Теперь для грузоперевозчиков есть доступный и удобный инструмент для того, чтобы они сами выбирали магистрали для ремонта за счет платы, которую они вносят через систему Платон. Сервис доступен на интернет-сайте проекта ОНФ «Карта убитых дорог». В ночь на 12 апреля в службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании в одном из домов поселка Арбузовский Целинского района. Развитию пожара способствовали позднее обнаружение и сообщение о нем соседями. В результате погиб хозяин жилища, которое уничтожено полностью. Причина ЧП устанавливается. А по предварительной информации в доме проживали два брата, злоупотребляющие алкоголем. Когда вспыхнуло, один из братьев побежал за помощью к соседям, а второй остался в доме. Предположительно, надышавшись угарным газом, он потерял сознание и не смог выйти. Традиционная областная легкоатлетическая эстафета, которая пройдет 29 апреля и будет посвящена 100-летию газеты «Ульяновская правда», может попасть в Книгу рекордов России. Ее организаторы подали заявку на достижение в номинации «Наибольшее количество национальности участников легкоатлетической эстафеты в России». По информации регионального Минспорта, в состязаниях примут участие более 3000 спортсменов из Ульяновской области и соседних регионов. Впервые в программу эстафеты наряду с традиционными забегами школьников и студентов. Работник в предприятии сельчан включен в забег команд национальностей. Китайская Народная Республика претендует на право проведения 46-го чемпионата мира WorldSkills Competition вместе со Швейцарией. В случае победы заявки КНР мировое первенство в 2021 году состоится в Шанхай. А эстафету чемпионата Китаю передаст Россия в рамках соревнований WorldSkills 2019 года, которые пройдут в Казани. Сотрудничество России и Китая в сфере профессионального образования и способы совместного применения инструментов WorldSkills для эффективного кадрового обеспечения экономики обсудили руководитель Союза молодые профессионалы WorldSkills Russia Роберт Уразов и заместитель министра человеческих ресурсов и социального обеспечения Китая Тю Сяопин. Российская сторона представила коллегам из Поднебесной инициативы, внедренной в систему чемпионатного движения WorldSkills Russia и систему кадровой подготовки. Мы обсудили привлечение зарубежных компаний к подготовке кадров в ходе проведения чемпионата WorldSkills Hightech. Наших коллег заинтересовали соревнования по компетенциям профессий будущего, которые входят в систему опережающей подготовки кадров в рамках проектов FutureSkills. Вместе с нашими коллегами из Китая мы сможем разработать стандарты по данным компетенциям, которые бы соответствовали не только запросам текущей экономики наших стран, но и глобальным вызовам экономики будущего. Тем временем в Ульяновской области на создание условий для подготовки специалистов в сфере транспорта и логистики по мировым стандартам дополнительно выделено 100 миллионов рублей. Обучение будет проводиться в Межрегиональном центре компетенций, который станет базовой площадкой и позволит транслировать лучшие практики на все учреждения среднего профессионального образования как в Ульяновской области, так и в целом по стране. В настоящее время готова проектно-сметная документация и объявлены конкурсные процедуры на проведение ремонтных работ учебно-лабораторного корпуса. Определено место под общежитие. Кроме того, уже весной запланирована разработка образовательных программ и лицензирование профессий специальностей по перечню ТОП-50. Ведется активное сетевое взаимодействие с учреждениями СПО России. В частности, в учебном центре будет осуществляться экспериментальная пробация новых федеральных государственных образовательных стандартов, а также разработка образовательных программ и повышение квалификации рабочих кадров по ТОП-списку 50 наиболее перспективных и востребованных профессий. Это автомеханик, специалист по обслуживанию и ремонту автомобильных двигателей, техник-механик в сельском хозяйстве, специалист по производству и обслуживанию авиатехники, техник-авиационных двигателей и оператор беспилотных летательных аппаратов. С 8 класса вместе 1 сентября 1952 года Игорь Кахановский и Владимир Высоцкий сели за одну парту. Так началась их дружба. Письма, гастроли, посиделки и откровения. Вряд ли найдется еще один человек, который знает Владимира Высоцкого так хорошо, как Игорь Кахановский. В Ульяновске московский гость презентовал книгу «Все не так, ребята», в которой под одной обложкой собраны воспоминания тех, с кем дружил, кого любил, с кем выходил на подмостки эпохальный поэт и актер Высоцкий. О дружбе, учебе и о том, каким на самом деле человеком был кумир миллионов, смотрите в эфире телеканала «Репортер 73». Это было, я, может, не повторюсь, но расскажу, это было в новогоднюю ночь с 55 на 56. Нам нужно было 1 января 56 года сдать чертежи, иначе нас не допускали до экзаменов. И мы, значит, у него на первом Мещанской, значит, на кухне у него сидели, вот так вот стоп, положили книжки, стоп, чтобы моя чертежная доска была здесь, а вот там мы, значит, чертили. Потом, значит, куранты бьют 12, мы открыли шампанское, выпили немножко, и опять где-то часа в два, наверное, все закончили. Ну, и сели, перекурили, а я не видел, что он там чертит. И когда я случайно взглянул вот на эти вот, что он, эти самые шрифты чертежные, вот, знаете, есть выражение, как курица лапы, вот это точно совершенно. И меня обуял такой дикий смех, что я не мог остановиться. И он тогда так грустно взял эту чашку, а мы варили кофе, чтобы не спать. И там было очень много гущины кофе. И он так взял и медленно, и полил. Я говорю, Васильчик, ты что, с ума оболнил? Он говорит, не, 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 Васильчик, я больше в этот институт не хожу. Подробнее о дружбе с Владимиром Высоцким Игорь Кахановский расскажет в программе «Работа». В пятницу, 14 апреля в 19.30 на телеканале «Репортер 73». Молодежь призвана стать движущей силой и законодателем инициатив, которые бы поспособствовали пропаганде здорового образа жизни. Такое выручение на последние встречи с молодежными организациями региона дал губернатор Сергей Морозов. Активисты, в свою очередь, предложили идею проводить молодежные субботники. В течение недели в парках и скверах областной столицы школьники, студенты, казачество и просто те, кто хочет сделать свой город чище, убирают территорию от мусора, который накопился за зимний период. Уметь слышать и слушать друг друга, помогать решать реальные проблемы. Сергей Морозов на встрече с молодежным активом региона отметил, что власть всех уровней и общественность должны говорить на одном, понятном языке. Я хотел бы в этой встрече найти, может быть, не от одной, а от нескольких встреч, ответ, что нужно сделать, чтобы вы здесь были счастливы, чтобы вам здесь шилось комфортно и удобно, чтобы вы с гордостью говорили о том, что вы либо родились, либо вот эту свою первую часть своей жизни живете в Ульяновском регионе. Молодежь предложила начать с малого, но посильного, а главное – нужного дела – проведение субботников в парках и скверах областного центра. Начали с благоустройства парка «Дружба народов». По всей территории, причем очень много бутылок, и я думаю, что вот такие мероприятия, они направлены именно на то, чтобы молодежь не употребляла алкоголь, не употребляла какие-то неправильные вещества, а выходила в парк, облагораживала территорию, помогала Ульяновской области и просто делала мир чуть-чуть лучше. Самым молодым участником субботника стал 14-летний Андрей Родионов. Помочь прибраться в парк его позвал классный руководитель. Школьник согласился, не раздумывая. Достаточно так, много я помогал всяким. В дворе помогал, около своего дома, там в парках, если просили меня. Субботники в зеленых зонах Ульяновска одним днем не ограничатся. В регионе стартовал месячник благоустройства. Проходит он с 20 марта по 1 июня. Очень много вопросов касаемо экологии, потому что, ребята, это волнует, тема интересная. И если говорить о субботниках, которые сейчас проходят на территории всей Ульяновской области, то и молодежь не отстает. Например, сегодня вышло молодежное правительство, завтра выходят студенческие трудовые отряды. Дальше будут выходы волонтеров Победы, ну и других категорий молодежи. Молодежь Ульяновской области нацелена на результат. Это подтверждается итогами минувшего года. За 2016-й общественники реализовали целый ряд проектов. Среди них «Юные таланты», ретро-фестиваль «Ностальгия», азбука бюджета, а также акция «Подари мне жизнь». Артем Петров, Олег Тоньшин, репортер 73. 27 февраля у православных верующих начался Великий пост, который завершится в грядущее воскресенье, 16 апреля. В этот день христиане отметят праздник Светлой Пасхи. При этом, сообщает Интерфакс, по данным опроса Левада-центра, большинство россиян так или иначе, но собираются отмечать Пасху. Красить яйца будут 65% респондентов, покупать или печь куличи 41 и 26 соответственно, пойдут в гости или примут их у себя 27% и 21%. А как ульяновцы собираются отмечать Пасху? Какие знают традиции этого праздника и соблюдают ли их? Ответы в нашей постоянной рубрике «Глаз народа». Все делаем, яички красим, куличи печем, пироги печем, все. Приходит Христос, яички раздаем, конфетчики, вот так вот, так встречаем Пасху. Понятно, спасибо огромное. Ну, конечно же, печь куличи, окрашивать яйца и, естественно, как бы дети ходят, ощущается праздник, собирают, вернее, говорят приветственные слова. «Христос воскрес», ответ «Воистину воскрес». И, в общем-то, ощущение весны, новой жизни всегда присутствует. Честно, для меня, ну, это, наверное, детские воспоминания, когда детишки ходят по домам, собирают различные конфеты, да, соседи выдают, отдают конфеты, куличи, яйца. В церковь ходим, вот там, а на ночь ходим. Все, куличи печем, куличи все, на кладбище носим. Куличи пекут, красят яйца. А в церковь ходят? В церковь ходят, да. Очищаются. Ну, дети приходят, христосоваться, взрослые даже не подготавливают и яички, конфетки, складываются. А сами как отмечаете паспорт? Ну, обычно, вот детки приходят, а потом в семейном кругу, тихо сидим. Человек с искоркой в глазах и огнеупорным характером. Именно так о ветеране пожарной охраны Юрии Рассадине говорят родственники, друзья и сослуживцы. 13 апреля Юрию Федоровичу исполнилось 80 лет. Подарком к юбилею стало открытие выставки биографии в Музее пожарной охраны Симбирско-Ульяновска под названием «Служение Отечеству». Юрий Федорович Рассадин свой путь в спасатели начал в сентябре 1956 года. Тогда он поступил в Свердловское пожарно-техническое училище. Закончил его с отличием. По распределению оказался на родине, в Ульяновской области. Некоторое время работал в районе инспектором ГПН. Затем Юрия Федоровича перевели в областной отдел пожарной охраны инспектором. За более чем полвека службы прошел путь от лейтенанта до полковника. Знаете, это уже жизнь. Я всегда так говорю, если работник пожарной охраны пришел и 10 лет проработал с нами, он уже не уйдет. Он уже не уйдет, он прикипает, работает. Жизнь в пожарной части – это немножко другое. Я в органах проработал 40 с лишним лет. И могу говорить о всех службах следствия, уголовного розыска, МКСС, наружные службы. Службы пожарной охраны – это несколько иное. Это локоть, это взаимопонимание, взаимоподдержка. Так и Юрий Рассадин. Спустя годы он до сих пор в строю. Служба в пожарной охране стала для него истинным смыслом жизни. Это человек редкого таланта, искренности и интеллигентности. Многие его ученики, занимающие ответственные посты, гордятся тем, что начали свою профессиональную жизнь именно под его руководством. Сегодня Юрий Федорович по-прежнему в строю. Является председателем Совета ветеранов Главного управления МЧС России Пульяновской области. Выставка, посвященная юбиляру – это биография Юрия Федоровича. Каждый снимок – отдельная страничка его жизни. Заслуги Юрия Рассадина оценены по достоинству. За обеспечение пожарной безопасности общественных зданий Ульяновска награжден грамотой Верховного совета РСФСР. В 1996 году – медалью «За отвагу на пожаре». Десять лет назад удостоен почетного звания заслуженный работник противопожарной службы Ульяновской области. Артем Петров, Олег Тоньшин, репортер «Синьдесят три». Кировская фабрика обуви уже 10 лет занимается ремонтом сапог и ботинок по всей России. Теперь и в Ульяновске мы принимаем обувь для ремонта и реставрации. Наши мастера производят замену подошвы, подгонку обуви по размеру, смену фасона, регулировку толщины каблука и высоты подошвы. С 14 апреля – Заволжье, торговый центр «Велес» – первый этаж. 15 апреля – Засвияжье, ДК «УАЗ» – с 10 до 18.00. А 16 апреля – Засвияжье, ДК «УАЗ» и Заволжье, торговый центр «Велес» – с 10 до 15.00. Принимаем обувь в любом состоянии. Телефон 8-909-717-7377. Цветочный стиль, превосходный декор, секреты и нюансы в нашем салоне – цветы и штучки. Карла Маркса 17, где живет красота. Профессиональный тренерский состав, индивидуальные занятия, новейшие системы очистки и подогрева воды, а также лояльные цены – все это бассейн «Буревестник». Шесть 25-метровых дорожек способны одновременно принять до 70 человек. На базе комплекса действует массажный кабинет, где сеансы проводят одни из лучших специалистов города. Массаж оказывает пользу для нервной, сердечно-сосудистой и лимфатической систем, улучшает кровоснабжение, укрепляет опорно-двигательную систему. Телефон для справок 440285. «Буревестник». Быть первым, быть лучшим. Лёвушкино студио. Стиль, актуальность, креатив. Здесь открываются новые горизонты парикмахерского искусства. Команда профессионалов, асов своего дела поможет создать идеальный образ на каждый день или запоминающийся для торжественных событий. Постоянное обучение новым методикам окрашивания и техникам стрижек. Тематические дни для любимых клиентов. В Лёвушкино студио сделают все, чтобы вам хотелось вернуться сюда вновь. Профессиональный уход, актуальный цвет, эффектные стрижки и укладки, а также моделирование и окрашивание бровей, маникюр. Лёвушкино студио меняет образ и дарит радость. Улица Пушкинская, 4А. Телефон 700949. Репортер 73 продолжает конкурс «Я люблю». Признавайтесь в любви своим близким. Расскажите, почему вы любите Ульяновскую область. Делитесь своими талантами и выигрывайте призы за лучшее видео. Зрительские симпатии за активность и нестандартность. Вас ждут наши спонсоры – музеи, театры, кафе и развлекательные центры. Партнер конкурса «Я люблю» сегодня – Мини-полис. Детский город профессий. Мини-полис – это развлечение, которое приносит пользу. Подробная информация по телефону 92-93-33. Делитесь своими талантами и любовью и получайте призы. А я напоминаю, что сегодня спонсор нашего выпуска – магазин «Эльдорадо». Новый магазин «Эльдорадо» в Ульяновске. С 13 по 16 апреля скидки до 50%. Приходите. Олимпийский проспект 8А. «Эльдорадо». Качество по лучшей цене. И еще одна интересная информация. 29 апреля на сцене «Рекордс Мьюзик Папа». Выступит автор, исполнитель, участник шоу «Голос» и настоящий гейзер позитива Василий Урьевский. Его называют последователем групп «Несчастные случаи», «Пятница» и «Ума Турман». Специалистом по акустическому фолку и черному блюзу. Но Василий Урьевский гнет собственную уникальную творческую линию, не оглядываясь на ярлыки. Он гнет ее везде – в престижных телешоу, на бардовских фестивалях, в рок-клубах, на крохотных театральных сценах и огромных городских площадях. Он весел, безбашен, содержателен и в то же время легок для восприятия. Короче говоря, он хорош, он очень хорош. Зрителя ждет море смешных текстов, песни под гитару и много эпатажа. В общем, берите с собой хорошее настроение и друзей. Будет здорово! Редактор субтитров А.Семкин